Депутаты Нового Горсовета еще не успели собраться на первую сессию, как уже привлекли внимание журналиста. Сегодня наши коллеги с авторитетного радио выяснили, как минимум 7 человек с фамилиями такими же, как и у новых народных избранников, занесены в списки судебных приставов, как неплательщики. Как узнать, не висит ли на тебе какой-либо долг? Один из самых популярных вопросов, справочник на СТС Прима. Дежурному по рубрике по несколько раз на неделе приходится отвечать, что для этого нужно зайти на сайт судебных приставов, вбить свое имя, фамилию, форму поиска, затем нажать Enter и готово. Похоже, как минимум 7 из депутатов Нового Созыва Горсовета так и не научились пользоваться интернетом, ну или просто забыли о своих долгах. Вот список этих людей. Самые небольшие долги по 200 рублей неоплаченных госпошлин у справедливороса Ирины Антипиной и патриотки России Олеси Федоровой. Свои долги перед государством и у партийцев из Единой России. Так у человека с именем Разима Басов уже год как не выплачен штраф от ГИБДД на 300 рублей. Такой, к примеру, выписывают за превышение скорости. Валерий Геннадьевич Быков с 2009 года не оплатил долгов на 2 с лишним тысячи рублей. Бронзовую медаль за долги перед государством получает еще один быковец Артем Бадюков. Почти 10 тысяч рублей неоплаченных долгов, среди которых в основном штрафы от ГИБДД. На втором месте идейный соратник Бадюкова Иван Серебряков. Он с 2012 года не оплатил госпошлин и транспортных налогов на почти 30 тысяч рублей. Ну а самый большой долг у Вячеслава Игоревича Гордеева. У человека, имя которого подозрительно похоже на новоизбранного депутата от партии Патриоты России, долги перед этой самой Россией составляют почти 180 тысяч рублей. А шлейф штрафов, неоплаченных налогов и предписаний суда тянется аж с 2010 года. Вместе с журналистами авторитетного радио подведем итог. При условии, что указанные в списках людей действительно депутаты нового созыва Горсовета, а не их полные тезки и родившиеся с ними в один день, получается вот такой расклад у справедливой России и единороссов по одному должнику. Серьезный численный перевес за новобранцами-быковцами. Семь должников с общей суммой в 200 тысяч с лишним рублей. Кстати, за особо крупные долги перед государством приставы вносят должников в черные списки и закрывают для них выезд из России. Впрочем, для попадания в Горсовет, похоже, крупный долг не препятствие.